здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот такую вот кофту вообще-то в интернете гуляет название вот этой вещи вот такой вот бомбер почему он бомбер я не знаю девчонки напишите мне пожалуйста почему вот эта кофта в моем понимании называется бомбер вот ну пусть мы ее тоже назовем бомбер но мы подразумевать будем все равно теплую кофту вот так вот так что сегодня мы вяжем вот эту вот кофту шикарную кстати которую я связала себе буду носить я и очень довольна ею финале так что вяжем девчонки для начала разберемся девчонки с материалом материал у меня пряжа ализе супер лана ализе супер лана макси которая которую мне послал магазин мир вышивки думаю кто смотрел обзор уже поняли значит заказала я всего килограмм ушло у меня 9 мотков это последний моток который остался так что на мой размер 44 ушло 9 мотков то есть на данную модель уходит 9 мотков пряжи но я думаю 10 как раз для резерва вдруг вы захотите по длине не или ссылка будет под видео в описании перейдите посмотрите почитайте что это за пряжа далее разберемся с узорами у нас всего три узора а спицы спицы девчонки спицы 7 миллиметров я использовала и на вязание резинки и на набирала я петли вот на одну спицу так как они толстые и на две спицы набирается сложно вернее некрасиво потом получается так то есть таким вот образом я набираю петлю я сейчас показываю сам принцип потом будем разбираться отдельно с деталь с каждая деталь к отдельно и резинка у меня один на один я пробовала вязать спицами тоньше она получается некрасиво в данной модели она должно быть все свободно все такой объемные и и продолжаем мы резинку 11 вот она наша резинка 11 вот такая вот она пышная воздушная получается толстыми спицами этими нитками вот такая вот везде ли видите далее разбираемся с косой резинка хочу сказать на всех деталях у меня 10 рядов резинки на всех абсолютно разбираемся знаменим узором это у нас как вы видите платочная гладь которая из лица с лица из изнанки вяжется лицевыми петлями и коса кромочные вяжем изнаночной всегда чтобы получился ровный край первым делом у меня здесь 4 петли по бать 24 петли в образце набрано поэтому платочной вязки у меня здесь будет всего 4 петли у вас будет больше но это только на образце я считаю здесь вместе с кромочной значит 1 2 3 4 и 16 изнаночных петель косы 16 далее 4 петли осталось у нас 3 лицевые и кромочная изнаночная вот это у нас изнаночный ряд начинаем мы с изнаночного ряд что здесь переход с резинки на платочную гладь выглядит вот так вот симпатично я вам покажу эту сторону здесь если начинать с лицевого ряда вот такой вот как бы спаде она такая которая нам не нужна поэтому начинаем как бы изнаночный ряду продолжаем вязать вот эту там где платочная гладь лицевыми петлями косу вяжем по узору то есть в лицевых рядах мы вяжем лицевыми петлями изнаночных рядах изнаночными петлями смотрите провязала я 7 рядов почему 7 рядов потому что начинали мы с изнаночного ряда по поэтому у нас нечетное количество рядов в начале далее уже все будет правилом то есть четное количество рядов это только вот этот первый отсек в начале как бы вязание он у нас будет на полочках и он у нас будет на рукавах так далее девчонки платочную вязку я продолжала вязать лицевыми везде далее коса коса у нас состоит из 16 петель делаем перебросы то есть делим на 2 сектора 18 петель и 2 8 петель здесь в первом секторе мы переносим 4 петли в меня местами первые 4 петли и вторые 4 петли но как бы вторая половина у нас идет поверх первое вот таким вот образом вы можете воспользоваться спала вспомогательной спицей соответственно я вижу так и провязываю первые 8 петель 8 вот он первый переброс теперь 2 только наоборот первые 4 идут поверх вторых 4 4 вот так вот видите вот они это же провязываем эти 8 петель вот такая вот коса такой вот переброс мы будем делать через 14 рядов то есть по сути через через 13 рядов в каждом 14 но если вот я вот считают смотрите я сделала переброс и вижу ровно и считая вот здесь вот видите 1 2 3 4 5 6 7 то есть здесь у меня 14 рядов между перебросами всего то есть с тем рядом с которыми с тем рядом сквы которым есть переброс вот так вот так что по сути он получается первый ряда если считать это первый ряд и после него 13 по узору и потом снова делаем переброс первый ряд 13 по узору и так далее еще что хочу сказать вот эти воздушные петли если вам видно вот здесь вот я делала на рукаве добавления я их делала воздушными воздушной петлей то есть я дальше уже косу вам показывать не буду я думаю вам понятно что сейчас я провяжу 13 рядов сделаю точно такой же переброс вот и все вот вся наша коса и воздушную петлю я делала вот таким вот образом захватываю затягиваю чтобы не было дырки и кромочная то есть в конце перед кромочной и вначале после кромочной вот и все все наши узоры мы разобрали теперь девчонки будем разбираться с деталями вот такую вот схему я нарисовала смотрите для начала спинка спинка на спице я набрала 64 петли провязала 10 рядов резинкой далее вязала платочной гладью без изменений абсолютно без никаких изменений то есть ровное полотно 100 рядов вот оно мое ровное полотно и петли я закрыла в конце просто закрыла все петли у нас видно это высоту у меня 60 с высоту это 60 сантиметров 100 рядов платочной глади плюс 10 рядов резинки вот она моя спинка далее далее полочка полочка у нас выглядит вот таким вот образом вот она это тоже по сути это прямоугольник я не делала никаких добавлений убавлений кроме того что вот смотрите это я вам сейчас покажу я стянула эту косу чтобы она держала форму за счет этого вот я ее в плечо вот так вот еще не то чтобы соберу просто вот так при посадить ее плечо чтоб все она у нас меняют по плечевому шву не не было растянутая эффекта вот этой косы понимает поэтому я сделала так никаких это простой прямоугольник из 40 петель где 10 рядов у нас резинка вот она далее коса 16 петель и по 12 петель а я разделила между косой вот виду краям косы у меня по 12 петель то есть в работе 11 петель плюс 1 кромочная далее провязала я те же 100 рядов 60 сантиметров но только узором этим скосами вот ровно абсолютно без ничего покажу как я закрывала вот она видите в изнаночном ряду вот последняя как бы я нет ни 14 рядов провязала и в изнаночном ряду перед закрытием петель просто переснято вязание на другие спицы на тоньше поэтому не пугайтесь это не должно так быть я вязала на вот этих просто они у меня одни и я переснимала на те которые потоньше так теперь вот 16 петель нашей косы вот она лицевая гладь вот она изнаночной делаем таким вот образом 3 петли вместе изнаночной еще раз 2 петли вместе изнаночной далее 3 петли вместе изнаночной и последние три петли вместе изнаночной все девчонки вот они три три два два три три вот таким вот образом довязываю ряд до конца и просто закрываю все петли и вот получится вот такая вот собранная как бы коса в районе плеча последняя деталь наша соответственно полочек нам нужно 2 это мы все понимаем рукав то же самое что и полочка смотрите 40 петель 10 рядов резинкой набор петель одинаковые распределение тоже одинаково как и на полочке единственный нюанс что не так это наше добавление посмотрите наша первая коса переброс восьмом ряду вот как бы через семь рядов в начале как я вам говорила потом со второго переброса я в каждом ряду где он у меня переброс и я добавляла вначале в конце делала воздушную петлю то есть всего 4 раза то есть добавила я 8 петель в итоге получилось у меня 40 сантиметров и косу вот смотрите вот здесь вот я уже этого не делала что на полочке я здесь закрыла обычным способом то есть в рукаве я считаю это будет лучше то есть здесь нам вот такого эффекта не нужно в коре наоборот нужно чтобы это плечо хорошо вот так вот легло поэтому я оставила как есть и не делала на полочке то есть вот вот таким вот образом высоту у меня 50 сантиметров рукав араб рапортом у меня раз-два-три то есть переброса в раз-два-три-четыре-пять и кстати даже ряды не считала девчонки я думаю все равно рука вы будете вязать по себе как вам так и теперь начинаем девчонки сборку вот по верхнему краю прикладываем наши полочки и у нас складываем наши вторую таким вот образом здесь у нас будет практически стыкнуть таким вот образом берем складывать сшивать я буду за вот эти петли вот эта косичка которая образовалась при закрывании петель то есть в каждую телечку я буду продевать иглу сшивать вот таким вот образом сначала одну половину так вот потом вторую половину я смотрите мои хорошие сшила ключевые швы одной нити прям вот начин начала слева на справа налево я пришила обе полочки вот они у меня здесь у меня осталось нить которая заканчивала и просто вот так вот а что хотела еще сказать здесь вот между этими у меня было четыре петли я их вот так вот прям иглу и точно так же нитку передвинула на 4 косички теперь я даже здесь оставила смотрите в эту иглу теперь будем пришивать рукам каким образом смотрите делю я этот рукав пополам вот в половине косички даже можно посчитать 1 3 4 6 8 вот она моя середина и ее я сопоставляю со швом и далее смотрите что я делаю мне здесь нужно чтобы край моей как бы основной детали немного при посадить чтобы плечо хорошо бегло то здесь я буду брать одну косичку а здесь одну кромочную петлю вот таким вот образом пришивать от центра от плечевого шва вот видите сюда сторону спинки и вторую половину в сторону полочки так вот точно так же второй рукав сейчас я вам пришел и вот я сшила боковые швы и выворачиваю ну девчонки вот такая кофта бомбер у меня получилось вот она размер я думаю подсудите сами 60 сантиметров ширина поэтому платочная вязкой вот эта пряжа она потянет еще вниз как бы и она у ляжется так что я думаю что и и размер у нас универсальный 40 до 48 на этом девчонки все сегодня с вами была вика и школа рукоделия подписываемся на канал ставим лайк вяжем и выставляем в instagram фотографию с хэштегом вяжем с викой вяжем с викой и в следующих видео и в следующих видео вы увидите свои изделия в видео я все фотографии буду выставлять видео так все мои хорошие я с вами прощаюсь с вами была вика школа рукоделия всем пока пока в следующих видео